Здравствуйте, друзья! Мы попросим Светлану зачитать вопрос. Перехожу сразу к делу, вот так вот, с места в карьер. Для начала мы бедная семья. Уже хорошо. Так, начало. Мы бедная семья. Мне только исполнилось 19 лет, у меня полное среднее образование. На вышку идти в своей стране не хочу. Это как понимать, на вышку? Он на высший образовательный. А, окей. Я думала, на вышку там где-то расстреливают. Нет, на высший образовательный. Это он должен был. Да, в 18 лет четко решил, что буду эмигрировать. Работал на семью, всю жизнь только мой отец. Ну и я начал помогать и работать в 14 лет. Зарабатывал мало, мы не живем и выживаем месяц за месяцем. Сейчас он заболел и длительное время работать просто некому. Работаю я, зарабатываю 18 тысяч рублей грузчиком. Но вот-вот я ухожу в армию на год, так что вся эта ситуация только все крепче подпитывает мое желание уехать в США. Почему именно туда, думаю, писать не стоит. По моим расчетам, если мне надо визу, а я еще буду пробовать выиграть в рынку, то в США я прибуду через два года с момента устройства на работу в моей стране, поеду я один. Но без понятия, как мне легализоваться. Фиктивный брак не вариант, и по любви тоже. Родственников в США у меня нет. Вышки необходимых знаний для работодателя тоже. Work and travel тоже мало привлекательны, так как будет мало времени на поиск работы, да и на сам процесс работы. Так надо еще студентом быть на ворку. Да, да и гринку ты с помощью ее не получишь. Максимум social security number. Самый привлекательный вариант это политическое убежище. Но получается, что я осознанно хочу обмануть США, ведь меня никто не притесняет. Я не до конца уверен, можно ли получить убежище по выдуманной истории, что, мол, меня притесняют. Можете ли вы посоветовать, как легализоваться в США, ведь я хочу остаться в ней жить. А я готов пахать, я к этому привык. У меня большие планы, в том числе и полностью обеспечивать моих родителей. Но не в той стране, в которой я живу. И мой выбор пал на США. Пожалуйста, не судите мой выбор, спасибо. Так он где живет, мы не знаем в какой стране, да? Нет, бедная семья просто. Они бедные, хорошо. Я бы тут такой комментарий сказала, что человек вот, понимаешь как, он учиться не хочет. Он привык работать тяжким трудом. Нет, так он не может учиться, он должен зарабатывать. Нет, нет, он сказал, что он даже в США не хочет. Он не хочет учиться. Но проблема-то вся в том, что если человек не предполагает получить какое-то образование, то он будет уже грузчиком. Нет, ну подожди, так он же не возражает. Нет, он не хочет. Но на первые слова в США он тоже не хочет учиться. Да не учиться. Он грузчиком же не возражает. Да, но просто много денег не займёт. Он говорит, я хочу обеспечить свою семью. Его семью обеспечит там, он сейчас там получает 3 копейки. Понимаешь, так он будет семье давать 20 копеек, и они будут себя неплохо чувствовать. То есть, чтобы обеспечить его семью, при том, что он сейчас зарабатывает, сколько он сказал, какие-то вообще смешные деньги. Я не знаю, что это значит. Но ещё раз, он зарабатывает смешные деньги. Поэтому он абсолютно сможет свою семью содержать, даже работая там на какой-то невысокооплачиваемой работе. Нет, ну ему нужны даже на качество убежища, ему деньги нужны на адвокаты. Это отдельно. Это отдельно. Кроме того, даже работая на неквалифицированной особой работе, по мере того, как у него опыта становится всё больше и больше, он начинает получать больше. Допустим, он на стройке работает, так он может даже нелегалом получать там 12-15 долларов. Понимаешь? Я вот тебе что скажу, что он сейчас в армию собирается идти, да? Да. И, конечно, армия ломает людей, ну, где-то, конечно, по-тяжёлому, да, а где-то у них получается немножко более такое взрослое отношение к жизни. Да не мужают, да. Да, я думаю, что у него за эти два года, которые он пробыт в армии, у него поменяется ощущение вот того, как ему строится в дальнейшую жизнь. Много чего. Ну, безусловно, взгляд, 18 лет, это не то же самое, что 27, понимаешь? Конечно. Это два разных человека, но в чём его вопрос? То есть он, понимаешь, он уже как бы видит себя в Америке. Ну, да. И его интересуют вопросы, которые на несколько, скажем так, ступеней, да, опережают его реальную способность там оказаться, там определиться и так далее. То есть он говорит, а вот неэтично там, допустим, придумывать истории. Ну, хорошо. Или там он вообще не уверен, что можно ли бы придумать истории. В то же время он говорит, что жениться там, скажем, фиктивно он не хочет, но и неэффективно он тоже не хочет. Понимаешь, как интересно? Он маленький ещё, ему 18 лет всего. Какой жениться? Ему ещё вырасти надо, чтобы жениться. Да. Ну, хорошо. Ребёнок. Значит, мы с тобой женились, у него было 19. Время другое было, вообще другое. То есть сегодня он 14 лет работает, чтобы семью прокормить. Ему до женили ещё, он с девушками может не целоваться. Ну, хорошо. Значит, давай так, смотрите. Он сейчас всё равно по армии идёт, правильно? Ну да, два года. А почему ты скажешь год? Ну, почему он сказал год? Сейчас мы в армии как-то по-другому берут, не как в наше время. Значит, он хочет приехать в США, потому что ему хочется попасть в такое место, где зарабатываются деньги легче. Это не то, чтобы его политически что-то такое прижимало на родине. Просто они выживают, понимаешь? Человек устал от того, что они не живут, а выживают. И это как бы очень-очень понятное нам с тобой, значит, состояние. Что бы я ему посоветовал, да, Свет? Я бы ему посоветовал в первую очередь в отношении политического убежища почитать, посмотреть наш плейлист про политическое убежище. И вот я недавно, две недели назад, снимал интервью со Светланой Кав. Там очень-очень много было вопросов по политическому убежищу. Я думаю, что его надо посмотреть, чтобы у него с этим направлением, в котором у него нет ясности, чтобы у него стало больше ясности. Ну и, как бы сказать, все-таки основа иммиграционной политики США такова, чтобы такие, как он, не могли туда попасть и... Вот просто потому, что им хочется где-то поработать и больше заработать. За исключением попадания в какие-то исключения, а исключением является вот, в частности, брак, да, который для него не вариант. Значит, как он говорит, политическое убежище, которое он не понял, насколько это вариант или не вариант. Значит, на учебу он явно не тянет, потому что это денег стоит. Вот. Профессиональные иммиграции ему тоже не светят, потому что у него нет образования профессионального. И так далее. Пошло и поехал, и я простому человеку, просто простой человек, который... Вдруг решил взять и поехать в Америку. И, с одной стороны, человек, которому обрыдло выживать. Понимаешь? Обрыдло выживать. Вот последние, там, 120-130 лет так в Америку приехать нельзя. Раньше вот у него билет на пароход, там, из Гамбурга, и ехал. Понимаешь? А потом вот прекратилось это. Вот уже... Так уже сейчас нельзя. Поэтому... Я думаю, ну пусть пока... На самом деле ему надо просто пока потихонечку собирать информацию. Я не думаю, что у него есть, как бы, готовность какая-то вот воспринять какой-то такой конкретный совет. Но самое главное, что если идти в лоб и прямым путем, да, то ответ такой, что это абсолютно невозможно. То есть он должен искать обходной путь, потому что прямого пути просто нет. Хотя, в принципе, мы можем сказать, да, 18, да? Да. 18 лет, можно сказать, иди учись на программиста. Вот вернешься из армии, да, работай. Вечерами учись на программиста. Поучишься годик с физической работы. Перейдешь куда-нибудь, там, какие-нибудь... Ближе к компьютерам. Значит, закончишь... Ездить опять же подучишь. Ездить опять же подучишь. Да, значит, потом поработаешь, там, программистом несколько лет. Ты, естественным образом, там, смотришь годом к 25, 7, 8. Значит, переедешь по профессиональной эмиграции, например. Это тоже путь. То есть, 18 лет сказать себе, я учиться не буду. Ну, ты это смешно. Мне это трудно. Обычно люди, которые физическим трудом занимаются, или чем-то таким очень простым, у них и мыслей-то об эмиграции особо нет. Они связаны с землей, они связаны с языком, с культурой, с местом. Да. Что он грамотно пишет, во-первых, да? Да. Чем нельзя похвастаться. Не могут многие похвастаться. Наши корреспонденцы. И внятно излагает. То есть, чтобы ему не учиться. У него вроде как бы все на месте. То есть, он вполне мог бы учиться. Ну, я думаю, что, может быть, ему подумать еще на тему учиться тоже. Да. То есть, может быть, не надо так уж отвергать. Ну да. То есть, чем хуже круг, которому ты принадлежишь, да, тем больше тебе может перепасть в этой жизни. Потому что то, как бы скажем, если дорога, по которой каждый может пройти, она никуда не ведет в такое какое-то прекрасное место. Понимаешь? Дальше начинаются тропочки такие. Там не всех пускают. Понимаешь? Вот вы хотите попасть на такую тропочку, да? Не каждый может забрести. Поэтому образование помогает, как бы, резко сузить круг тех, кто может пойти вот по этой тропочке, по которой вы сейчас пойдете. Так что. А правильное образование, да, скажем, по востребованной какой-то профессии, в данном случае, открывает очень много путей. И это не обязательно будет Америка. Это может быть Германия. Это может быть Ирландия. Это может быть, там, не знаю, Франция. Много сейчас есть. И много будет нужно впереди людей, которые этим занимаются. Поэтому сделайте что-то для себя в своей жизни. Не говорите, я ничего для себя сделать не могу, не хочу, не буду. Вот такой, как я есть, я готов таскать. Вот я могу таскать, 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 не перетаскать. Вот, возьмите меня такого, который любит таскать. Тут, которые таскают, из Мексики приходят через границу пешком. Их много. И я вас уверяю, так как они могут таскать, вам не снилось. Уж эти так таскают, они сделаны из мышц, эти люди. Да. И ничего другого уже не видели вообще. И ничего не делали. И делают это с удовольствием. Может быть вы тоже с удовольствием. Но их тут, их 11 миллионов человек нелегалы. Нелегалы. Вот они тут ходят. Поэтому, я думаю, что мы вполне ответили молодому человеку. Да, Свет? Все. Мы с ним прощаемся. Желаем ему успехов. Желаем, чтобы он по мере того, как будет старше становиться, чтобы он все больше и больше контролировал свою собственную жизнь. Не говорил бы, вот у меня есть обстоятельства. Я должен как-то с этим бороться. А сказал бы, вот у меня есть моя жизнь. И я в ней сам создаю свои обстоятельства. Вот это будет самым правильным из того, что я и Светлана, мы вместе можем ему посоветовать. Счастливо.